Постараюсь сделать доклад покороче, ибо меня предупредили, что немножечко мы не успеваем. Но я передаю это предупреждение и всем остальным докладчикам. Ну а после того, как мы на торжественном ужине слегка расслабимся, можно будет обсудить все, что будет недосказано. Итак, стоянка Кукрэк, по которой была выделена кукрэкская культура, археологам достаточно знакома, но еще по крайней мере, насколько я помню, со времен поступления в аспирантуру и сдачи кандидатских экзаменов. Но тем не менее, как это ни парадоксально, до сих пор этот памятник полностью не обработан и не опубликован. Стоянка Кукрэк находится в Горном Крыму, примерно в 15 километрах к востоку от Симферополя. На карте красный кружочек показывает, где она есть. Что интересно, что из всех кукрэкских стоянок по расположению, это самая не кукрэкская стоянка, потому что она находится не просто в Горном Крыму, остальные находятся либо в предгорьях, либо в степях Крыма и Причерноморья, но она еще находится в очень глухом Горном Лесном Крыму. Посмотрите на эту карту. Коричневым у нас обозначены яйлы, то есть горные степи или лесостепи, пахотные поля и вот этот большой зеленый массив – это горный лес, в центре которого на берегу притока речки Зуи и находится эта стоянка. Памятник был открыт и раскопан в 1926-1927 году Бонча Смоловским, но, к сожалению, по известным причинам обработать и опубликовать этот материал, как и многие другие, он не смог. Впоследствии памятник копал разведочные раскопки колосов красным цветом и шурфы, и в 1975 году телегин синим показаны его раскопы и шурфы. Стратеграфия по Бонча Смоловскому. Это его длинный разрез. Сверху идет современный гумус с находками средневековья. Ниже идет галечник с находками верхнего слоя. Дальше идут стерильные суглинки и суписи без каких-либо находок. И ниже у нас идет гумусированный субольник с находками нижнего слоя и подстилается все это галечником без находок. Профиль из раскопа телегина, который специально для того, чтобы выяснить наличие одного или двух слоев, этот раскоп из Лашин. Здесь, как видите, стратеграфия та же самая, только в публикации он поставил крестики, где четко видно залегание кремней именно в этих слоях. И обратите внимание, справа радиоуглеродные даты. Даты получены по костям. Две даты сделаны в Берлине. И вполне их можно расценивать как достоверные. Дата нижнего слоя киевская 9600 плюс-минус 150. Ну, что такое киевские даты, все достаточно хорошо знают. Вопросов они вызывают много. Но сразу, чтобы не возвращаться, отмечу, что нижний слой стоянки Вишеной-1 под Белогорском, также Кукарекский, получил даты 9700-9600, правда, тоже киевские. Что, в общем-то, несколько повышает вероятную достоверность этой даты. Единственная публикация по Кукареку была сделана Викиловой в 61-м году. Вот это ее статья. Причем в этой статье она привела стратеграфию по Бончо-Смоловскому. И неизвестно почему, сказала, что, вероятно, ну, хронологический перерыв между этими слоями очень маленький, а может, это один переотложенный слой, свалила все в кучу и опубликовала материал суммарно. Вот это как представляется до сих пор по литературе материал стоянки Кукарек. К сожалению, вернее, не к сожалению, а к счастью, материалы стоянки Кукарек хранятся в кунсткамере в полной порядке, стоят на всех кремнях шифры, и разложить верхний и нижний слой труда не составило. Отмечу сразу же, что материал еще рассортировал Бончо-Смоловский. В большой белый пакет он отложил наиболее типичные орудия, а все остальное осталось в коробочках, которые как были завязаны Бончо-Смоловским в 27-м году, так никто, кроме хранителей, которые раз в несколько десятилетий считали количество отщепов и не развязывал. Примерно столько же орудий было в этих самых коробочках. Вот мне удалось полностью этот материал обработать, сделать типолого-технологическую характеристику и частично сделать тросологический анализ. Я планирую завершить это в ноябре этого года, а пока представлю вам предварительные результаты, ну и статистика будет на уровне много-мало. Итак, переходим непосредственно к предметам вооружения. Судя по диагностичным следам сработанности, справа мы видим очень четкие резцовые сколы, идущие по принципу срединного резца со смещением, то есть сначала скол поперечный ломает микропластинку, потом идут продольные сколы. Это типичный диагностичный излом для вкладышей метательного вооружения. И помимо этого, на некоторых вкладышах достаточно хорошо видна выкрашенность на неретушированном крае, а также на отдельных вкладышах видны и типичные линейные следы в виде ярких тонких полос заполировки и редких тонких царапин. Здесь мы видим микропластинки с притупленным краем от 90 градусов до 70 градусов, а нижний ряд – это отходы подобных микропластинок с полувыемкой на углу. Второй вариант вкладышей еще более распространенный. Это вкладыши без какой-либо ретуши, но с достаточно хорошо выраженными выкрашенностями выломами, диагностичный износ вкладышей, и также с различными линейными следами. Правый верхний угол, не знаю, видных здесь или нет, это две микропластинки с подправленным пологой и полукрутой ретушью углом. И в качестве реконструкции это наконечник-спазм, в котором стояла микропластинка из раннего мезолита Верхней Волги с четкими диагностичными следами износа, которые указывают, что этот вкладыш, найденный инситу, именно был первым вкладышем, так же, как те два кукрекских. А справа – это, собственно, кукрекские вкладышевые наконечники. Два из них – это каменная могила, это поздний кукрек при Азовье, а третий вкладыш – это игрень-8, буреал при Днепробье. Итак, для кукрека, что уже отмечали многие исследователи, характерно развитое вкладышевое вооружение. В качестве вкладыша используются микропластинки, полученные отжимом. Микропластинки очень правильной огранки, как с ретушью, так и без ретуши. Помимо этого, была встречена серия еще очень интересных микропластинок. Специалисты по палеолиту их очень хорошо знают. Это микропластинки с мельчайшей ретушью краев. Только одна из них сохранилась целиком, верхняя, а остальные представлены либо обломками максимальных концов нижний ряд, либо обломками медиальных фрагментов, либо это обломки дистальных концов. Что интересно в этой целой микропластинке? Что при общем прямом профиле дистальный конец всегда изогнут. Именно этот дистальный конец и обламывался. Эта целая микропластинка осталась целой, потому что ретушь не завершена. Все остальные со следами использования были сломаны. На некоторых микропластинках вот справа очень четко виден диагностичный макроизнос, когда пластинка ломалась с вентрала на дарсал, и обратите внимание, от слома на дарсале идет серия посеток с петлеобразным или ступенчатым окончанием. И изредка на некоторых на вентрале читаются четкие линейные следы, идущие вдоль этой плоскости от максимального конца к дистальному, что однозначно позволяет предложить вот такую реконструкцию этого вооружения. Номер один – это реконструкция именно той пластинки, которая была на прошлом слайде, а справа – это реконструкция по Ярошевич, и относятся они к кибарану. Нижнее правое – это экспериментальный наконечник, которым они расстреливали козу. Здесь они поместили смолу, поместили вот эту микропластинку на смолу. Для чего же наносилась вот эта вот ретушь? Прикрепление на смолу она бессмысленна, а при обмотке пластинки она наносилась для того, чтобы острый край пластинки не резал обмотку. Таким образом, мы можем говорить, этих пластинок тоже очень много, что помимо вкладышевых пазовых наконечников использовались и наконечники с разнообразными накладными шипами, в роли которых выступали микропластинки с затупленным микроретушью краем, как правило, двумя. Еще серия вкладышей, которые – это микропластинки со скошенным концом, две из них свогнуты скошенным концом. Среди материалов культур лесной зоны известны такие пластинки, стоящие как последние вкладыши, формирующие зубец составных наконечников. Но в степной зоне подобных наконечников неизвестно. По износу, либо износа на них нет вообще, на одной такой пластинке был характерный износ в виде выкрашенности и косых следов линейных, идущих по углу от края наискось, что подтверждает именно использование такой пластинки, как бокового зубца наконечника. Но около половины просмотренных пластинок дали следы использования острого угла в качестве резчика по кости и рогу для прорезания пазов. Что это? Вторичное использование или это универсальная заготовка, которая по ситуации могла применяться и как вкладыш наконечника, и как резчик для прорезания пазов. И крайне не характерны для нижнего слоя кукрека геометрические микролиты. Здесь их всего четыре. А коллекция насчитывает около 10 тысяч кремней, из них около тысячи орудий. Причем два микролита – это параллелограммы. Номер два никаких следов не дал, а номер один использовался опять-таки как двойной резчик, противоположные углы для кости и рога для прорезания пазов. Следующий микролит – это треугольник, асимметричный, неравносторонний, использовался как колющий наконечник стрелы. И единственная трапеция, очень мелкая, фактически микропластинка с двумя скошенными концами, каких-либо следов работы не дала. Материал верхнего слоя очень резко от нижнего слоя отличается, ничего общего с ним не имеет. Это типичные сегменты и трапеции так называемого алимовского типа. Алимовский тип – это находки из верхнего слоя стоянки алимовский навес под бахчисараем, которые относятся к финалу мезонита. Обратите внимание, что здесь пологая ретушь заходит на спинку, при этом частично снимает ребра на дарсальной поверхности. Это уже преднеолит, что находится в полном соответствии с радиоуглеродными датами 7300-7285. Можно также отметить, что в этом же слое встречаются и описанные выше микропластинки с мельчайшей ретушью по краю. Их немного. Либо это может говорить о доживании кукрекси в традиции, либо может говорить о частичном смешении этих слоев. Надо будет еще внимательно разобраться по плану, если отчет Бонча-Смоловского будет доступен. Пока что он на реставрации выемки, и неизвестно, когда эта реставрация завершится. То не в этом году. Итак, спасибо за внимание. В заключение можно сказать, что рассмотрение материала в стоянке кукрекс показало, что, во-первых, не только по стратеграфии, но и по материалу совершенно разное вооружение верхнего и нижнего слоя. Верхний слой – это геометрические микролиты, сегменты и трапеции, наконечники с поперечным лезвием. Нижний слой – это главным образом вкладышевые и пазовые наконечники и накладные шипы составных наконечников, а также единичный геометрический микролит, из которых только один использован как колючий наконечник стрелы. Спасибо. Спасибо, Михаил Геннадьевич, за лаконичность изложения. Мне Сергей Юрьевич разрешил задать вам вопрос, что превращает нас почти в жанр круглого стола. Можно попросить вас уточнить по поводу кукрексского нижнего слоя параметров пластинок? Какой они ширины максимальной достигают и каков тип нуклюзов? Ну, прежде всего, для нижнего слоя кукрека характерна очень высокоразвитая пластинчатая и микропластинчатая индустрия. Ширина пластинок. Ну, естественно, правильная огранка. Главным образом подготовка площадки и все прочее. Отжимная техника. Но не только, конечно, отжимная техника. Ширина пластинок от 3 миллиметров, ну и где-то до, наверное, 15 миллиметров. При этом четко выделяется пик микропластинок от 5 до 8 миллиметров. Нуклеусы карандашевидные, пулевидные, как их называют, или оливковидные, от кругового скнятия. И наряду с этим присутствуют и нуклеусы торцовые, и присутствуют нуклеусы монофронтальные, уплощенные, единично встреченные аморфные нуклеусы для отщепов. Но отщепы – это отдельные песни, из них скребки и резцы делали в большом количестве. Спасибо. Спасибо.